МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа темы дня. Меня зовут Евгения Корбакова. На улице конец октября садоводы закрывают сезон. О том, каким он был и что нас ожидает в следующем году, мы поговорим с Эльгамом Булатовым. Он председатель ассоциации садоводческих некоммерческих товарищей Нижнекамска. Еще раз здравствуйте! Добрый день! У нас огородный сезон в этом году уже закончился? Да, почти. И как он прошел? Ну, неплохо, потому что этот сезон мы поработали уже по новому законодательству. Программу тоже освоили. Все, которые республика выдала нам деньги, значит, все это освоили. Я думаю, неплохо, потому что первый год работали мы как раз по новому законодательству. Ну, неплохо. А о чем идет речь? Идет речь 217-й статья, сейчас новый закон. С 1 января в первую очередь мы перешли на безналичный расчет. Раньше, если мы брали наличными, касса деньги принимали, то на сегодняшний день только через банк идет у нас оплата. И только прямо через по квитанциям. И поэтому люди уже сейчас знают, то, что их оплата проходит сразу напрямую на счет СНТ через банк. Есть у нас, поставили сейчас для удобства садоводам, сейчас терминалы могут через карты оплачивать, поэтому это вообще просто там уже комиссии не берут. Поэтому это удобно. Сейчас даже у пенсионеров у всех карты есть. Ну, вот про комиссию люди жалуются, что приходится платить довольно-таки большие деньги. Да, я согласен с этим. Но людям, конечно, неудобства есть. Приходят к нам, квитанции берут, потом идут в банк оплачивать, там комиссия за квитанции. Но это с одной стороны. Но с другой стороны, зато люди уже спокойны. Они знают то, что их деньги уже точно на счету. Потому что раньше подозрения были, жалобы писали, прокуратура проверяли, куда деньги уходят, как они расходуются, потому что налички платили. Ну, и для председателей спокойно. Кассиры, бухгалтеры, работают безналичные расчеты. Это намного упростило нашу работу. И поспокойнее уже работаем. Ну, а кроме этого, какие нововведения нас ожидают? Нововведения вот с этого года уже упростили работу с должниками. Потому что раньше нам приходилось с одним человеком судиться, доказывать. Там месяца уходило у нас. На сегодняшний день уже упростили этот момент. Можно в приказном порядке. Мы сразу обращаемся в суд. Они смотрят. На самом деле, мы доказываем, если он является членом, значит, он обязан платить. И суд просто приказ выносит. Приказ это в судебном приставе. И у них уже с карты удерживают или со счета удерживают. Но вообще, как нижнекамцы платят за сады и огороды? Ну, это не только Нижнекамск. Это везде. У нас почти 10%. У нас должники, они везде есть. И по республике у нас там везде есть. Но поэтому работаем с должниками. Вот я говорю, с этого года упростили момент работы. Надеюсь, еще меньше их станет уже. Ну, работа ведется. Ну, вот довольно-таки немалые суммы приходится платить за огород. Это они вообще из чего складываются? Со сметы расходов, расходы увеличиваются. Поэтому мы на собраниях это уже обсуждаем, это доказываем. Члены правления, до собрания мы это все решаем сметы. Чтобы до каждой копейки мы должны людям объяснить. Чтобы вот на собрании кто приходит, мы если объясняем хорошо, люди понимают, голосуют за утверждение этой сметы, расходов, значит, только на этом уже мы начинаем потом собирать взносы. Без решения общего собрания, конечно, это тяжело, потому что даже если жалобу напишут, значит, будет проверка. Будут люди, ну, должны сами еще ходить на собрания. Не все ходят, поэтому потом начинают жалобы писать. Почему так? Почему без нас решили? Если на собрание приходят все, общим решением, ихний голос тоже решает вопрос. Потому что каждый садовод должен ходить. Потому что с сегодняшнего дня, ну, с этого года я скажу уже по новому законодательству, и решения приниматься должны уже обязательно, даже сейчас, как бы, или даже хотя бы заочно они свой голос должны дать сметы. Ну, у нас работаем, все сметы висят на доске объявления, в бухгалтерии висят. Каждая копейка рассчитана за транспортные услуги. В этом году, конечно, у нас увеличился вывоз мусора. Вот мы сейчас же пили все, сейчас вывоз мусора региональный оператор Гринта вывозит. С одной стороны, нам тоже очень удобно, они сейчас вывозят технику, у нас голова не болит. Ну, с другой стороны, конечно, у нас есть проблема, то, что долго заявку ждем, подаем, оплачиваем. Они уже потом перевозчикам оплачивают, вот эти моменты как бы есть. А так, с одной стороны, очень удобно сделали все, и несет ответственность уже не председатель, буквально, за перевозку мусора, а именно региональный оператор. Ну, а как-то вот эти председатели потом отчитываются, куда они истратили деньги? Какой-то вот контроль ведется за их действиями? Вот как раз по новому законодательству для отчета, для председателей тоже очень удобно, потому что все расходы идут перечислением. Если мы находили подешевле транспорт, где-то считали, экономили деньги, например, да, старались налички оплатить, потому что налички всегда дешевле. А на сегодняшний день мы работаем только перечислением, и все денежные переводы, все это у нас в бухгалтерии, через банк, через налоговую, все это прозрачно, и отчитываться для председателей тоже очень удобно. Ну вот, когда закладывается вот эта смета, да, на садовые участки, там учитываются только какие-то текущие нужды, это там вывоз мусора, вода там и так далее, да? Или какие-то долгосрочные проекты тоже, какие-то ремонты, дорог, не знаю, освещение? Пока были, вот на год мы сметы утверждали, но с сегодняшнего дня сейчас у нас идет, вот закон уже по республике идет программа софинансирования, это уже как бы на долгосрочный вперед мы закладываем, значит, ремонт дорог, это ремонт трубопроводов, внутренняя инфраструктура сейчас на ремонт, республика дает у нас тоже один к двум, если мы рубль собираем, республика дает два рубля, вот это у нас уже идет как бы на долгосрочный, потому что пока мы денег не соберем, работу мы не можем начать, мы должны в Министерстве сельского хозяйства, значит, доказать то, что у нас на счету деньги есть, то, что мы собрали, и можно уже начинать работы. Вот этот вопрос тоже, но люди должны понимать, если чем больше мы быстрее соберем денег, республика идет навстречу, и президент, и в городе, и с полком идет навстречу у нас, постоянно совещание проводится, ну, как бы помогает государство, но люди еще до сих пор не верили, когда вот остановки сделали, дороги сделали, люди начинали сейчас понимать, то, что на самом деле помощь идет, и то, что нужно вкладываться, тем более один к двум, это хорошая программа тоже, ну, надеюсь уже, вот, будем работать на долгосрочную. Ну, то есть это будет, пока, наверное, республика просто деньги выделяет, или уже идет? Идет, это уже идет, уже, она как бы с того года начали, но мы в этом году только зашли, у нас около пяти массив зашли, нас финансируем, мы тоже хотели, как бы, свой массив, я тоже, но денег не собрали достаточно, поэтому на собрание мы решение приняли, по решению собрания мы должны эти деньги собрать, если соберем, то на следующий год мы уже включимся в эту программу. Но на следующий год есть уже какие-то планы озвучены, они уже, уже известно, что будет меняться в наших садовых товариществах, вот, весной следующего года и летом? Будет меняться, но до границ, которые общих было, мы уже почти все сделали, везде установили мусорные контейнера, это очень удобно, отремонтировали дороги, вот, на будущий год, как бы, у нас есть и дороги 110 маршрут, 121 до конца они закончили, потому что срезали бюджет программы, которая дается раньше, если нам давали первый год побольше денег, то сейчас другие районы поняли и они включились, уже если раньше 10-5 районов зашли, то на сегодняшний день уже больше 10, поэтому бюджет приходится разделить всем поровну, поэтому уже меньше дается, а люди-то привыкли, что быстро и много делают, ремонт дорог, например, все это, но потихоньку срезается, то, что контейнеры установили, остальные деньги мы будем уже сейчас пускать на электрохозяйство, может, какие-то уже будут, но работа не заканчивается, потому что многие годы накапливалось вот эта проблема же, и за 2-3 года это все не решить, я думаю, поэтому будем работать дальше. Ну, а конкретика уже есть какая, хотя бы там некоторые дороги, которые отремонтируют, известно? Да, 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 у нас вот 121 маршрут, 106 туда продолжение будет у нас, и 110 маршрут, у нас садоводы 110 маршрут, очень тоже плохие дороги, люди знают, и когда Раису еще обращались уже, чтобы включили побыстрее в программу, я думаю, есть конкретные дороги, у нас есть где еще вкладывать деньги на ремонт дорог. Ну, а где-то есть в планах ремонт понтонного моста? Потому что это бы намного сократило, наверное, нагрузку на имеющиеся сейчас дороги. В программе нет такого, потому что в программе до границ идет у нас ремонт дорог, понтонный мост уже не входит в дороги, поэтому нет такого, не озвучивали. Но не просили, да? Ну, не то, что не просили, в программе нет такого, потому что конкретно в программе Минсельхоз дает именно ремонт дорог, ремонт труб. Если только это все вместе сойди из труб сделать дорогу, это получится понтонный мост. Но нет, пока нет, об этом нет речи. Вопрос от телезрителей. В садовом обществе КАМА берут деньги с завода, который мы не пользуемся. Каждый пробил себе скважину, но в этом году все равно с нас просили по 1900 рублей. Ну, этот вопрос, опять-таки, в каждом садовском товаре есть члены правления с председателем. Если председатель, например, не может какой-то вопрос решить, нужно обращаться к членам правления. Члены правления, они должны, значит, тоже запротоколировать, обсудить, составить акт. У кого-то есть на самом деле вода или нет воды, значит, только согласно акту уже председатель может скидки делать именно на неиспользуемые услуги. Это решается. С другой стороны, вот скважины, значит, с 2020 года, сейчас по новому закону, раньше, если на скважину, за скважину не платили налог, то с 2020 года и СНТ будет платить налог, и сами садоводы должны будут платить. Поэтому тут сейчас или через садовские товарищи будут платить, заводу брать, есть и скважина у них, они говорят скважина, и будут показывать. Председатель даст данные, и они будут платить налог за скважину. Но вообще много говорили об этих налогах, шла речь не только о скважинах, там чуть ли не за каждое дерево придется уплатить. Вот насколько это все правда? Нет, об этом речи не было, но за скважину, значит, за использование воды, за это налог уже с 2020 года будет. А на сколько он увеличил? О какой сумме идет речь? О сумме пока нет. О сумме пока нет речи, значит, ну там определенные суммы, скорее всего, рассчитали уже. И идет СНТ, как бы сейчас идет, потому что делают новые скважины, тоже по программе устанавливают емкости, скважины делают. Но у нас в Нижнекамском районе нет скважин ни у одного массива, как бы для садоводского товарищества. Есть только у физлиц, каждый отдельный садовод может у себя сделать, потому что у нас везде водоемы, озера есть, и у нас скважин нет. Поэтому эта проблема для СНТ нашего района не коснется. Еще один вопрос. Нельзя ли на садовых остановочных павильонов сделать освещение? Этот вопрос мы обсуждали и на общих собраниях. Значит, те, у кого круглогодичное освещение есть, приборы учета есть, люди сами устанавливают освещение, и этим уже, ну, как бы освещается вся улица, люди понимают это. Но остановки освещения, мы об этом обсуждали, когда делали ремонт дорог. Это всю линию надо менять, тянуть. Это огромная работа по линии. Поэтому этот вопрос мы отложили. Как бы тоже вопросы были, это позапрошлым году тоже, когда дороги делали. Остановки новые павильоны сделали, мы считай, когда дороги делали. Но пока возможностей не было. Кто должен работать с нарушителями земельного и водного кодекса? Когда проводили межевание, добавили земли дачникам, и они начали дальше расширяться, залезли на соседние участки, на дороги? Ну, этот вопрос, в первую очередь, конечно, идет от председателя. Должен контролировать председателя, потому что согласно акту, который подписывает председатель, люди уже идут в исполком оформлять землю в собственность. Поэтому, в первую очередь, от нас идет, мы должны проверять. Если люди выходят, мы не подписываем акты. Да, жалуются, что у них уже давно этот забор стоял. Но мы же понимаем, забор, если у него раньше стоял, мы же видим, где дороги. Соседи-то нам все равно звонят, говорят, что вот такой-то вышел уже забор новый начал делать, на полметра выходит все это. Поэтому мы уже стараемся не подписывать. Если уже подписали, как-то у них давно сделали забор, да, такие люди уже оформили. Если уже люди успели приватизировать, тут вопрос, конечно, сложный. А так обращаются даже в прокуратуру, проверяют. Можно это через суд уже аннулировать вот это решение, убрать забор. Буквально даже 2-3 года назад, по-моему, в Елабужском районе, в Челнах, даже председателя осудили, уголовное дело возбудили за то, что самовольно он дал землю в собственность кому-то. Поэтому это тоже очень серьезный вопрос. Если говорить по приватизацию, то многие наши садовые товарищи находятся на территории Елабуги. И людям приходится ездить в Елабугу, чтобы оформлять документы. Вот нельзя ли как-то это все перенести в Нижнекамскую, спрашивают они. Этот вопрос обсуждался уже давно, и не год, и не два назад, и 10 лет назад. Это потому что уже всю жизнь они на Елабужской земле были. Тут вопрос не между районами, не председателями решается, это на уровне госсовета решается, депутатами. Но этот вопрос так и остался, он нерешенным. Как бы Елабужская земля, налоги они оплачивают Елабугу. Вот сейчас вопрос возник, трудности по программе как раз работать. Они должны даже в программу включаться через Елабугу, Нижнекамский район, через Нижнекамск. А садоводы наши, но Нижнекамск, несмотря на это, по Елабужским землям, 121-й, 106-й маршрут, а это все Елабужские земли, несмотря на это, дороги делают исполком, все зашли, потому что наши садоводы ездят, капремонт дорог делают и на будущий год вложили туда, планируют, значит, так как наши садоводы, они... Но есть сложности, да, никуда не денешься, но все равно приватизация идет. Елабуга также работает, такой же закон для них, они все равно оформляют. Ну, а нельзя перенести там пункт открытый в Нижнекамске какой-то, например? Были, были такие моменты, значит, индустрии, вот, например, насколько я знаю, у них, значит, в первую очередь сразу межевайские, Елабужские приехали, весь массив отмежевали, каждый участок, потом люди туда приезжали, у них уже готовый, уже документ был. Все координаты, они просто справку приносили от председателя, им сразу оформляют документы. Было такое, удобство делали тоже елабужские межевальщики, приезжали, тоже работали с нашими садоводами. В общем, много вопросов по приватизации, не все гладко. Почему вот так вот идет тяжело процесс? Процесс идет, из-за чего сложно. Люди, когда омиссию продлили, люди успокаиваются. Остается полгода до конца омиссии, начинают все бегать. И получается очередя, время, и также у межевальщиков, также у Росреестров, все это накапливается в одно время. Вот сейчас опять до 21-го года продлили, вот сейчас люди должны идти, межевание приватизировать. Но нет их, они успокоились, мы же по себе уже знаем. Вот 21-й год наступит, начнут все бегать уже под конец года. Это уже сколько раз не продлевали, все это длится. От самих садовов то зависит. Уже 15 лет омиссия идет, за 15 лет могли же приватизировать. Все от самих людей зависит, надо вовремя все делать. Но вообще нужно приватизировать? Ну да, конечно. Закон не зря принимается, закон. И это же остается, если приватизировано, это собственность, земельный участок. Можно детям, внукам передавать, продавать легче уже. Потому что по новому законодательству, они же даже не имеют права продавать участок неприватизированный. Ну и ваши пожелания нижнекамцам? Ну, пожелания, конечно, как сезон закрыт уже, просьба, обращение как бы садоводам, чтобы мусор не кидать, потому что мусор уже не вывозится. Потом вся этот мусор будет всю зиму лежать. И порядок, считай, там крысы, мыши. Опять-таки мы зимой не работаем, потому что по вывозу мусора. Вот обращение. И, конечно, пожелать здоровья всем. Что встретиться в новом сезоне. И, конечно, хочу поблагодарить всех членов правления, которые работают, помогают председателям. Они очень большую работу проводят. Поэтому дай бог всем здоровья. До новых встреч. Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли к нам в студию. Это была программа «Тема дня». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова